Добрый день, с вами житель Земли. Сегодня хотел поговорить о таком друге путешественнике, как обычная веревка. Она имеет очень много применений и в принципе в походе иногда легче обойтись без ножа, чем обойтись без веревки. Я не говорю, что она заменяет нож, но я говорю, что очень часто нужно что-то связать, нужно установить палатку, нужно где-то что-то закрепить, просушить белье, что-то сделать. Веревка очень часто выручает. Ну и веревка в принципе, она нужна только тогда, когда человек знает и использует узлы. И первый, наверное, самый простой, который сегодня хочу показать, это будет обычный узел. И делается оно так. Мы делаем нахлёст, пропускаем и затягиваем. Это называется обычный узел. Его плюс в том, что он очень простой, как видно, никаких сложных вещей нет. Его легко завязать. Если, допустим, мы это сделаем через какое-то отверстие, пропустим веревку, то мы видим, что оно заблокирует и можно сделать там санки привязать, можно сделать качелью или что-нибудь другое. Поэтому узел вполне удобный. И его можно вязать несколько штук, допустим, на веревке вяжется через какие-то промежутки, чтобы удобнее было цепляться и тому подобное. Но к плюсам ещё также можно отнести, что сам узел, если его затянуть, получается маленький. И на этом, пожалуй, все его плюсы заканчиваются. К минусам стоит отнести следующее. Что если его сильно затянуть, веревка будет практически повреждена. То есть уже её восстановить без изменений будет очень трудно. Вторым минусом является то, что по многим данным, вот так завязанная веревка теряет 42% своей прочности. То есть прочность её будет 58% от номинальной. То есть если данная веревка выдерживает 300 кг, завязав такой узел, мы получаем 160-170 кг всего лишь из 300. Вот поэтому этот узел имеет такой недостаток. Второй недостаток, я уже сказал, что повреждается структура веревки. Если это леска, леска может вообще лопнуть. Если это трос, то трос повреждается практически навсегда, его уже восстановить будет нереально. Вот поэтому сегодня этот узел. Простой узел также используется как часть более сложных узлов. К примеру, если мы сделаем вот так вот простой узел, мы видим и протягиваем веревку, мы получаем петлю, которую можно использовать и в качестве силков, и для других целей. Но также нужно помнить о том, что ослабление, которое вводит этот узел до 58%, как мы уже знаем, он будет сказываться и на этой петле. То есть делая силок, приходится использовать более прочную нить или проволоку, или леску, чтобы поймать тоже животное или что-нибудь другое, или птицу. Простой узел можно использовать, чтобы связать два конца или две веревки. И он используется довольно просто. То есть мы завязываем один узел с одной стороны, вот таким вот образом. Второй узел завязываем с другой стороны. Таким же образом мы можем полностью затягивать веревку, связанная очень надежно. Но надежность этого узла, мы помним, 58%. Поэтому, соответственно, и прочность полученной веревки будет составлять всего лишь 58% от исходной. Продолжение следует...